Традиционно осень становится сезоном подъёма заболеваемости ОРВИ и гриппом. Недельные пороговые показатели по этим заболеваниям в Нягоне превышены почти в два раза. При этом, как и в целом по Югре, большинство заразившихся составляют дети. Ожидаемым, но от этого не менее тревожным фактом стал резкий скачок заболеваемости COVID-19 в регионе и городе. В то же время представители территориального отдела Роспотребнадзора отмечают, сегодня нягонцы, к сожалению, пренебрегают соблюдением профилактических мер. Ситуация существенно ухудшилась. Эпид-обстановка характеризуется как неблагоприятная и напряжённая. Заболеваемость переросла относительно предыдущей недели более чем на 66%. Отчасти это объяснимо, о чём мы говорили прежде. То есть это возвращение из отпусков, это формирование коллективов в садах, в школах, рабочих коллективов, что существенно влияет на распространение вирусной инфекции. Самым действенным и надёжным способом борьбы с коронавирусной инфекцией по-прежнему является вакцинация. Иммунизацию в Нягоне сегодня завершили более 15,5 тысяч человек. Порядка 300 горожан прошли ревакцинацию. Сегодня привиты чуть более 60% от плана. При этом, по словам специалистов, для прекращения масштабного распространения инфекции этот показатель должен составлять не менее 80%. Я к вакцинации отношусь положительно, и я вакцинированно обе прививки поставила. Скажите, пожалуйста, а что вас натолкнуло именно на вакцинацию? Во-первых, хочется обезопасить и себя, и своих близких. Во-вторых, есть категории людей, которым просто нельзя вакцинироваться, им противопоказано, допустим, аллергики. Чтобы обезопасить себя и таких людей, я решила вакцинироваться. Очень положительно отношусь, но по стечению обстоятельств пока не успела провакцинироваться. Ну, планирую в ближайшее время. А скажите, пожалуйста, что вас наталкивает на то, что стоило бы вакцинироваться? Ну, хотелось бы жить здоровой, полноценной жизнью, так скажем, без болезней, без болячек. Статистика показывает удручающие факты. Беспокоить за свое здоровье и за здоровье своей пожилой мамы, с которой я проживаю. Да, я вакцинирована, я прекрасно отношусь сюда до всем, чтобы не умереть. Я хотела вакцинироваться, но, к сожалению, не смогла. Если разрешение будет, да, сделаю. А что вас наталкивает на то, чтобы вакцинировать? Дети, внуки. Не хочу болеть. Да, вакцинирован. Нормально отношусь. Скажите, пожалуйста, что способствовало тому, что вы вакцинировались? Да то, что куча болячек. Не хочу, чтобы еще и одну подцепить. Привиться против COVID-19 сегодня по-прежнему можно в городской смотровой поликлиниках. Продолжают работы и мобильные пункты иммунизации. Они развернуты на базе Нягонской окружной больницы в торговом центре «Уазис-Плаза». Практикуют в Нягоне и выездную вакцинацию. На дому медики вакцинируют маломобильных горожан. Кроме этого, заявку на выезд мобильной бригады могут сделать предприятия, организации и трудовые коллективы. Выездная вакцинация в таком случае проводится, если желание организовано привиться на рабочем месте, выразили более 10 человек. Анна Гусева, Евгений Несмеянов. Нягонский телеканал. Специально для телеканала «Югра». Субтитры создавал DimaTorzok